Вот, небольшой, 150-300 миллиграмм этого вот, не карбоната, а соли лития, почему там в Германии есть, скажем так, на бывших просторах СССР там только карбонат лития, здесь есть более лучшие соли лития, вот, значит, как он назначит, почему? Потому что я считаю, на фоне ламатальжина можно небольшую дозу лития и не проверять там каждую неделю содержание лития в крови, а где-то через три месяца на фоне такого приема небольшой дозы можно один раз проверить, почему? Потому что литий начинает действовать, когда его, значит, доза, то есть доза, концентрация в крови составляет минимум 0,6 микромоль литр, минимум, если там 4-3 микромоля, он не действует. Но в комбинации, в комбинации с ламатальжином, значит, это вы будете решать с доктором, сейчас вы будете продолжать чистой, значит, монотерапию ламатальжином. Второй вариант, второй вариант, это добавление небольшой дозы, небольшой дозы вам, значит, от 12,5, там, через 25 до 50, скажем, квитиопина, то, что предлагал вам, кстати, ваш доктор, он предлагал, да? Нет, квитиопин нет. Ну, а что он предлагал вам? Он изначально, наоборот, больше клонил к литию почему-то. К литию клонил? Вместо ламатальжина, на ламатальжине я сам настоял. Нет, 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 ну, к литию, к литию, к литию, это ж такое дело, понимаете, заболевание сложное, можно на ламатальжине, все-таки ламатальжин удобнее, понимаете, удобнее, вот, тем более, если вы его хорошо переносите. А вот второй, а вот второй вариант, это, конечно, добавляется литий. Я вам сейчас объясню, почему. Потому что литий профилактирует манию, гипоманию, а ламатальжин профилактирует, по идее, согласно производителю, ну, и тем данным, которые мы имеем, развитие депрессивной фазы. И вот комбинация из этих двух, она как раз была бы самая такая приемлемая, самая удобная. Понимаете, сразу же одним выстрелом мы убиваем двух зайцев и профилактируем там, ну, чисто теоретически манию, и это дело. Вот. Но вообще-то, вообще-то, я когда больным объясняю, я же должен учитывать еще, с вами сложно, у вас есть лечащий врач, значит, который вам и будет, вот, с ним, конечно, договариваться надо. Вот. Но вообще, обычно, вот сегодня я объяснял пациенту, прямо ему объяснял. Если мы поставили бар, если мы увидели, что в рамках бар антидепрессанты не действуют, ну, и не действуют, вот не влияют, они не влияют, то основное лечение, значит, представляет из себя следующее. Три, три группы препаратов. Первое, это нормотимики противосудорожного ряда, ламатриджин, окскарбозепин, значит, скажем так, значит, некоторые еще и карбомозепин, окскарбозепин, это в целом его улучшенная форма, там, вольппарат натрия для мужчин можно, для женщин не идет, потому что вызывает, особенно детородного возраста, потому что вольппараты вызывают врожденные уродства, если беременны женщины, и не только у тех женщин, которые принимают во время беременности, но и которые вне беременности, поэтому, в принципе, вольппараты не назначаются женщинам детородного возраста и тем, которые собираются еще беременеть и рожать, вот, и так далее. Вот, значит, ломатриджин, оскарбозепин, дальше это вот левитироцитам, вот, окскарбозепин, карбозепин, вальпраат и так далее. Все, это первая группа. Вторая – это литий, разные его соли. Это вторая. Третья – это антипсихотики. Все, вот чем лечат, по сути дела, в современных условиях биполярное расстройство. Но сейчас у вас же… Вы когда должны идти к доктору? Ну, вот как на 100 выйду, потом должен с ним договориться, когда. То есть, пока что термина нету. Ну, а на 100 вы в пятницу? Так он же сказал, скажет, наверное, еще пару недель побыть на сотне, да? Да-да-да, конечно. Ну, я вам хочу сказать, честно говоря, большого эффекта я от 100 и не планировал. Но я вам хочу сказать и другое. Мы не должны сейчас и паниковать с вами. Я не паникую, я вот… Нет, я о себе говорю, вы поймите, я же все-таки несу какую-то ответственность. А сегодня мне дама звонит, которая на Ламатриджине, я тоже ей диагностировал в это, все хорошо, замечательно, все прекрасно. Она мне буквально через, там, три недели назад написала. Тут она мне пишет, доктор, мы все перенесли ковид, муж второй, я второй. Вы знаете, у меня температура в пятницу была 38,5, у меня, значит, это СИП появилось, сфотографировала СИП, показывает мне. У меня может быть синдром этого Джонсона, Стивенсон Джонсона, это, значит, такой сложный системная реакция на Ламатриджине. Я говорю, я не знаю, вы проверили, значит, у вас ковид есть или нет. Ой, еще не приехали, наконец, сегодня приехали и сделали мазок. Я ей говорю, почему? Потому что это может быть, температура может быть от ковида, температура может быть от этого синдрома СИП, Джонса. Вот, она, Джонсона, она тоже может быть. Вот, и сказал, идите туда, к чему я это, к чему я начал, вот видите, к чему я начал, почему я начал о ней говорить, в связи с вами. А, вот, к чему я сказал. Не может быть ответственность тоже. Нет, ответственность не то. Мы так сказали, а потом нашли. Да, нет, ответственность это не то. Значит, мы же начали с чего? Я начал с того, что мы сказали, что нам не надо расстраиваться. Да, 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 паниковать не надо. Да, паниковать не надо. Говорите, я не паникую. Но я-то паникую, вот. Правильно, может быть, поэтому. Так вот, к чему я хочу сказать. Вот я и вспомнил в связи. Вот как у нее. Вот ей непонятно, это ковид повлиял. Это проявление ковида, либо это проявление действительно этого синдрома. А этот синдром, он требует немедленного прекращения ломатриджины. Я ей посоветовал. Завтра она идет к дерматологу и скажу, пусть он там сделает определенные анализы для устранения. То есть, вы понимаете, это все очень сложно. Вот. Поэтому мы не знаем, может завтра ваша депрессия исчезнет. Да, может быть. Действительно, вы понимаете, лицо у вас погрустнело. Это я вижу. Но голос, голос у вас не слабый. Я вам еще не заговорил. Я вам не собирался звонить, хотя вчера были мысли. Но я думаю, ладно, в принципе, может быть опять колебания. Ничего, в принципе, такого нового. А сегодня весь день так, по сути, никак. И работать не получается. Но все равно я вам звонить пока что не собирался. И вот я десяти не было, я лег спать. Но не потому, что я был сонный и хотел спать. А потому, что я просто ничем не могу заниматься. Не получается. Не работать. Мысли вязкие. Я не могу собрать концентрацию. Думаю, ладно, лягу спать. Надеюсь, скоро усну. И может быть, завтра будет лучше. С такими мыслями я лег. Пролежал, наверное, минут сорок. Бесполезно. Спать не могу. А в котором часу легли? Да вот недавно. А, недавно. Без пятнадцати десять примерно лег спать. Хотя вот до того и ложился еще до субботы. В час, в два, в три ночи. Потому, что до последнего работал. Пока вот не почувствовал усталость. Потом работу завершал. А это лег спать не потому, что я уставший. А потому, что я весь день никакой. Я еще и спал днем три часа примерно. И просто вот я не могу ничем заниматься. Думаю, ну лягу спать. Усну хотя бы. Уйду опять в сон. И утром, завтра, может быть, будет лучше. Будет новый день. Новая надежда. Но я даже спать не могу. И поэтому я встал. Ну позвоню вам. Думаю, может быть, вот это. Нет, ну правильно сделали. Подождите. Вы правильно сделали. Тут не надо и оправдываться. Мы с вами договаривались. Вы все правильно сделали. Но почему отчаиваться не надо? Да потому, что еще на сегодняшний день. На сегодняшний день. Кстати, что я еще пишу больным. Я больным четко пишу. Вы должны понимать. Вы не должны отчаиваться. Прекращать лечение. Почему? Потому что и ломатриджин, и тем более литий, если в комбинации, они обладают накопительным эффектом. Поэтому лечение ломатриджином, там, то ли в монотерапии, то ли в комбинации с литием, если... Ну, я лично так назначаю. Естественно, если, предположим, на 300-400 миллиграммах, а это 400 максимальная доза. То есть, я ничего не увижу. Естественно, я добавляю это дело. Но требуется от 3 до 6 месяцев. Значит, курс лечения... Еще есть у меня такой пациент, который часто вот прорывает вот это лечение. Сегодня мне он позвонил. Я ему прямо... Я сейчас, кстати, вот там, где мне пишут, я уже не отвечаю. Я понял, что можно наговаривать. Проще наговаривать. Я прочел, что пишет пациент. Значит, ему наговариваю. Я ему прямо сказал, там у него прервалась связь. Значит, вот то, что я вам сказал, что никаких антидепрессантов. Вот 3 препарата, 3 группы. Это первое. И второе, что вы должны помнить, что от 3 до 6 месяцев. То есть, в течение полугода максимум человек должен при наличии успеха или отсутствии успеха лечебного продолжать лечение. Все. Почему? Потому что там может и через 3, и через 4, и через 5, и через 6 месяцев, значит, уже и наступить эффект. Если нет, тогда надо будет думать, там, добавлять что-то и так далее. Поэтому, понимаете, там же так, воскресенье, по сути дела, это воскресенье, это сегодня 2 дня только. А суицидальные мысли были? Да. А раптус был? Раптуса не было. Вот насчет раптуса я все жду, чтобы вас не перебивать, про антидепрессант хотел добавить. Все-таки вот я считаю, вот как у меня было, с того момента, как я вышел на 15 миллиграмм эстеталопрама, у меня раптусы пропали. Если это были раптусы, ну, я вам про это рассказывал. Они прошли. И вот, если помните, в январе, в январе, когда я понижал с 20 на 10, и вот на третий день уже было как раз вот в направлении раптуса. Вы знаете, что я вам скажу? Вот тут я не соглашусь с вами. Нет, ну это просто корреляция. Я вам сейчас объясню. Нет, это не корреляция. Вы понимаете, я... Есть латинское слово, вот я его... Там хок, слово хок. Значит, на этом не значит от этого. Именно так, но это корреляция по времени. Нет, подождите, корреляция по времени. Корреляция по времени. Откуда вы знаете корреляция по времени? У вас корреляции нет. У вас есть вот эта вот цикличность. Цикличность. Ну, как нет? Оно есть, потому что вот эти раптусы, если это были, они... Ну, это... И октябрь, и октябрь, они были почти каждый день. Или сколько? Подождите. Так, опять 25. Опять, понимаете, вот опять когнитивная ошибка. Потому что вы лечились антидепрессантом, все. А он не действует. Поэтому и были раптусы. Теперь вам стало лучше. Мы это... И справедливо мы это отнесли за счет Ла-Матриджина. Отнесли справедливо. Сопрошли в ноябре, когда я вышел на 15 миллиграмм эсеталопрама. Они до того были на 10. Когда я перешел на 15, они полностью пропали. А когда я в январе снова спустился... Подождите. Опять 25. Опять. Вот я опять вам скажу, что вы ошибаетесь. А дело в том, что вы уже в ноябре, когда пропали раптусы, вы вошли в гипоманию. Вот и все. Вы же в декабре ко мне не обращались. Вы были в гипоманию, поэтому раптусы пропали не потому, что этот вот эсеталопрам вам помог. А потому, что сменился направление, вектор вашей фазы. Вы перешли в гипоманию. А в гипомании никаких раптусов нет. Вот вам и все. Но я и говорю, что было совпадение. Я же не утверждаю, что это именно от этого. Я говорю, что по времени было совпадение. Ну, поймите, поймите. Мне надо анализировать. А я сказал, что он раз так полностью. Мне надо анализировать. А я опять повторяю. Вот то, что у вас опять сейчас наступило, это значит, что он не держит. Почему? Это типично для депрессии, для антидепрессантов. Рам Кагбар. Я уже давно это заметил. Я в свое время не мог дать оценку этому. Вот человеку лучше стало, а потом хуже. Лучше, хуже. Лучше, хуже. У меня вот так все время. Вот в чем вся проблема. На одном антидепрессанте. А если депрессия, да. А если антидепрессант. Вы уже человека погрузил в какое-то состояние. То ли полной ремиссии. То ли парциальной, частичной. То до тех пор, пока пациент принимает этот препарат. Он и чувствует себя нормально. А у вас это не зависит. То есть, понимаете? У вас не зависит. Понимаете? Тут условно норма. Я где-то тут плаваю постоянно. Вот здесь. Вот как вы говорите, то чуть лучше, то чуть хуже. Но вот это лучше все равно остается оно ниже где-то, ниже нуля. Ну я, подождите. Я это все понимаю. Но я опять вам хочу сказать, что антидепрессант, с моей точки зрения, опять же, это будет решать у вашего доктора другой взгляд. Но я, например, там, где я могу принять решение, я обычно, особенно там, где я убеждаю, что антидепрессанты не помогают. Вы же поймите. Если бы у вас была бы депрессия не в рамках БАР, то бупропион вам помог бы, еще как помог бы. Это то, что и должно помочь. Потому что там и дофамин, и норадреналин. Вот что должно было помочь. А он вам не помог абсолютно. Тем более эсцеталопрам. Эсцеталопрам, эсцеталопрам. Он может, вы знаете, что сделать? Он может сам апатию сделать. Вот в чем дело. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что эсцеталопрам вызывает, скажем так, значит, апатичный синдром. Особенно на дозах больше пяти или там десяти миллионов. Это говорит о том, что проблема у человека не в сиротонине. А вы знаете, что я сейчас подумал? А может быть такое, что у меня это от него вот так вот пошло? Что? Вот эти дни, то, что я вам сейчас вот порассказывал, как вот эти дни опять уходят. Подождите, подождите. А я вам хочу сказать, понимаете, тут вопросов больше пока, чем ответов. Вопросов много. Чем больше я буду наблюдать за вами, тем больше я буду ситуаций этих наблюдать, тем мне будет проще. Конечно, конечно, он может. Поскольку эсцеталопрам вызывает иногда и довольно часто. Вот когда он, знаете, ставит диагноз тревожная депрессия, назначает эсцеталопрам, а больной мне говорит, у меня апатия. Я хочу спать, я хочу лежать, я ничего не могу. Вот я должен себя заставлять и так далее, и так далее. Думаю, что же это за диагноз тревожная депрессия. Если это тревожная депрессия, то как раз наоборот. 15-20 миллиграмм эсцеталопрама ему поможет. Вот, значит, для меня это уже тоже штрих, который показываешь. Ну, вряд ли тут дело идет об этом. То есть, если он один, он решает мало что, но если я имею комбинацию, значит, признаков, скажем так, вот, то это играет роль или начинает лить воду на мельницу все-таки биполярного расстройства. Их до черта, поверьте мне. Вот, поэтому совершенно верно. Значит, смотрите, ковид, куда мы не шли, а он есть. И его обвиняют в том, что он дает остынию. И он таки дает, даже та дама, которая мне вчера написала, она сказала, у мужа неделя, но я тоже еще, там, не знаю, там, муж. Знаете, если муж здоровяк, он же, знаете, есть мужчины, особенно в России, которые для них показаться слабаком, это, да вы что, это смерти подобно. Вот, но если он уже признавал, что он неделю был вялый, ну, а теперь ему кажется, что он уже не вялый, он может быть вялый. Вот и все. Поэтому первый, это это. Второе, вот то, что вы сказали, это может быть SSRI, индуцированное, может, может быть, может быть, может быть, может быть, понимаете. То есть, я не буду утверждать, что это да, это ковид, да, это это. Нет, по-моему, вы этого не скажете, никто этого не скажет. Вот чем, нет, никто этого не скажет. Есть и есть те, которые безапелляционно заявляют, понимаете, безапелляционно, для них все ясно. Есть врачи, которым все ясно и все понятно, вот, понимаете, да, поэтому, поэтому я опять вам повторяю, конечно, эти факторы могут сыграть. Тут первое, это ваша обычная цикличность, вот, обычная цикличность, мы ее наблюдали уже, значит, она, и это покажет время. Если через день, два, три, вы опять вернетесь, конечно, это цикличность. И проблема не в ковиде, и проблема не в, значит, в эсеталопраме, вот. То есть, ковид прошел, эсеталопрам просто не работает, и все, вот. Если, если же, предположим, это пройдет через недельку-две, там уже можно подумать, а вдруг действительно озвучал астенический синдром ковида, понимаете, но это опять гадание накопленное. В общем, вот, самое главное, самое главное, что, да, сегодня у вас такие действительно, значит, апатия, сегодня у вас и двигательная, скажем, заторможенность, и ментальная заторможенность. То есть, это, конечно, да, депрессия, это депрессия, вот. А вот что ее потолкнуло, значит, скажем так, ковид в комбинации с эсеталопрамом, или один ковид, или один, на это четко мы сказать, значит, дать ответ не можем. Ну и ничего менять мы не будем. Абсолютно. А что? Менять. А что мы можем менять? Увеличить вам дозу эсеталопрама, вы ее и не ощутите. Не, если быть честным, я вот к вам обратился не чтобы вот что-то менять, а просто чтобы вы это зафиксировали и для себя, и кому-то. Я опять повторяю. Менять тут особо ничего не сделаешь. Я просто, честно говоря, вот прямо скажу, немножко расстроен, потому что начал работать, у меня на этой неделе пара встреч с потенциальными заказчиками по моему новому делу, так скажем. Вроде бы все получалось, я себе рекламу сделал на той неделе, и ко мне люди обратились. Есть чем заняться. Я хотел бы заниматься этим, понимаете, хотел бы сам. Но у меня ушла вот куда-то моя энергия, я опять лежу, и я не знаю, что мне делать теперь. Что делать-то? Вот я не знаю просто, ничего планировать не могу. Я сейчас даже не могу с человеком договориться. Сегодня должна была быть одна встреча, я уже отменил. Я не в состоянии, потому что... Подождите, подождите, это все так. Это все так. Значит, не переживайте. Понимаете, самое главное вот что. Вот я тоже, я вам говорю, что я болел. Вот температурное чувство у меня остается. Позавчера было 37,2. И вы знаете, я уже второй антибиотик пью. Вот, уже прекратил потеть. Понимаете, я чувствовал, что что-то тоже, какая-то остыня у меня. Причем к вечеру. К вечеру. Это типично для остыни, именно к вечеру. И вот как будто бы сегодня, я уже не хочу ни сглазить, ничего. Я жене говорю, ты знаешь, вот сегодня мне кажется, что я уже даже вчера. Вчера и аппетит появился. Вот, к вечеру уже захотелось покушать. И сегодня уже охота. А то несколько дней было вот такое вот. Значит, вы понимаете, в чем дело? Это нормальное явление. И я работал, вот там одна пациентка говорит, ой, вот. То есть пациентка, комментатор написала. Я два дня, я вообще ничего не размещал. Шел рано спать, и все. Ну, вот, к вечеру я уже чувствую, что вот нет у меня этого желания и так далее. Я, конечно, не знаю, ковидом я переболел. Я предполагаю, что это ковид, и насморк был, и кашель был, и потливость ночная была, и температура была небольшая, но она долго, она до сих пор хвост это держится и так далее. Особенно к вечеру. Днем нет, а туда где-то к часу вот, к 12 он держится. К чему я хочу сказать? Что даже люди, не страдающие этим, они смотрят, они сбавляют обороты. Вот, и вы должны сбавить оборот, если вы не в состоянии мобилизоваться. Так мне пришлось обороты сбавить. Вообще ногу с газа убрал, образно говоря. В том-то и дело, что... А может быть, это неправильно? А может быть, надо было сказать, знаете, что...